я надеюсь меня слышно хорошо да мы сегодня с вами продолжаем очередной урок по книге уникальное пособие для требующих знаний и нас очередная тема так очередная тема это предостережение от отчаяния зная искать от знания что ты должен приложить все свои силы и сделать все возможное на пути знания и но не вздумай отчаиваться а если столкнешься с трудностями то попытайся еще раз и знай что многие ученые ученые приняли за учебу уже в зрелом возрасте но тем не менее стали выдающимися людьми и достигли знания и мама звание мама да здесь несколько моментов во первых что когда что-то не получается часто бывает так часто бывает так что бывает так что на пути к знанию до отчаиваться что-то не получается что-то не выходит и опускает руки и говорят ну все я вот не такой умный или еще какой-то там да то есть начинает себя чморить и за то что вот не такая не такой успешный или еще что-то на самом деле если не получилось первого раза нужно пытаться еще еще и еще потому что в принципе мы получаем награду да нам важный результат но за сам процесс получения знаний на то есть сам процесс когда мы получаем знания и за это большая награда и конечно же есть у вас получается все хорошо это как бы такой приятный момент но если что-то не получается это не значит что нужно все бросать и нельзя например еще раз этот же материал пройти или я даже по своему опыту могу сказать да что часто одни и те же курсы прохожу несколько раз или какие-то похожие вот потому что больше когда учусь у меня больше все таки не вот на понимание я ориентируюсь если я поняла один раз посмотрела второй раз и там на тех же курсах или схожих третий десятый и стоит более понятно и уже стает как бы более уверенно этих знаний если же просто ориентироваться только на хивиз да то что ты вот заучил какое-то правило то она может быть забудется как свойственно человеку и ты уже должен еще раз выучить или там как-то его а если ориентироваться на понимание и одновременно да то есть что-то нужно и хивз какой-то учить тогда это более глубоко и даже если приходится повторять несколько раз несколько раз для того чтобы закрепить ну результат более продолжительные да то есть глубокие знания больше можно получить также по поводу возраста да часто бывает так что сестры какие-то обращаются вот хотим учить или бывает даже обращаются уже дети вот это мама хочет учиться да ну вот думает а получится не получится или там бабушка или еще что-то да и на самом деле мы знаем очень много прекрасных примеров когда уже в таком зрелом возрасте начинали все обучение да и достигали достаточно хороших результатов вот буквально вчера вечером я прочитала статью про одну женщину до 80 лет ей но это арабская арабка я щас не помню откуда сейчас не припомню с какой-то страны и вот у нее там как хафля такой вечер организовали по поводу того что она завершила чтение курана выучил наизусть то есть ей 80 лет и она начала как бы там где-то в 60 лет учить или даже после этого и вот достиг в этот результат то есть ну 80 это будет да то есть она в процессе и дошла то есть если даже учить там по одному аяту у вас там показано что ага для этого нужно около 20 лет но ничего пускай так пускай 20 лет ну а у нас обычно бывает так что ну это же 20 лет но я за 20 лет нет ну значит вообще не начинают то есть получается вообще даже не начинать медленно быстро никак поэтому возраст это не должно быть отговоркой то это обычно даже можно взять как плюс потому что более ну там если таком юном возрасте это плюс может быть и зрелом возрасте почему потому что обычно ну там юном возрасте как бы нету там каких-то обязательств да то есть как мама например да и там нужно с детьми и смотреть за мужем там за семьей и в зрелом уже возрасте то есть дети обычно уже выросли и можно уделить это время вот больше требованию знаний поэтому иногда это может быть наоборот как ваш плюс если вы даже в зрелом возрасте начинаете требовать знаний или начинайте как бы более интенсивно требовать потому что бывает что на протяжении жизни тоже требует ну так как опять же какие-то рутинные вопросы мешают а вот уже потом можно этому уделить больше времени и часто вот уже своей практике да может кто-то сестер и может это подтвердить если кто-то есть сейчас слушает меня когда сестры в этом находят вот даже какой-то свою радость да потому что по сути потребность познания у людей она присутствует просто другой вопрос каким образом мы удовлетворяем вот эту потребность познания да часто мы что и будут требовать знания это трудно и при этом сидит например бабушка там смотрит за не знаю там за соседями кто куда ушел то есть это по сути она тоже удовлетворяет удовлетворяет эту потребность где-то что-то узнать какую-то новость или смотрит новости какие-то сериалы то есть тоже это какая-то информация другой вопрос и полезна ли эта информация будет за или за это ей вообще для нее полезно и для дуни и для ахара да то есть насколько то есть что ей дает но однозначно что удовлетворяется эта потребность познания так почему бы не заняться благим делом да и часто сестры вот именно как будто у них вот такая вторая молодость за счет того что они начинают требовать интенсивно знания уже в таком зрелом возрасте и среди тех кто принялся за учебу уже в зрелом возрасте были такие известные ученые как ибн хазм ибн из ибн абду салям аль кафель аль щище и другие аль кафелю было 40 лет когда он отправился учиться на то есть ему было не 10 не 12 и 15 40 лет когда он отправился учиться и он спрашивал себя как я буду учиться когда я буду заучивать как начну понять когда по начну понимать когда начну учить людей это очень много вопросов было да то есть как будто это уже ну конец жизни какой-то там закат и что и когда это все вообще буду делать и он решил вернуться на то есть вот это много вопросов которые могут возникнуть так как и что и почему его отвернули когда что решил вернуться ну то есть как будто он разуверился в своих возможностях и на обратном пути он проходил мимо хозяина колодца который днал туда коров и увидел что веревка перекинутая через камень врезалась в него так как постоянно его перетирала камень и тогда он сказал я буду учиться и больше не буду досадовать то есть это его как будто ну такой был для него пример вот затем сочинил следующие строки ищи и никогда не досаду ведь досада искателя знания беда и разве не видишь что даже веревка оставила след навсегда на камни что она протирала без устали день изо дня да тут то есть вот эти вот ну по сути его какие-то убеждения что ну когда у меня там нету допустим времени и нету возможности возможно не такой там и когда это будет сам то есть останавливали но он посмотрел что даже камень если его систематически тереть остается след и так и человек даже если он не пускай не суперспособными ну если ему эти знания до втирать то есть постоянно вот как бальзам он все равно станет ну оставит 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 след на нем да то есть и поэтому не стоит разувериваться там если возраст не такой как вам бы хотелось потому что когда нам 10 лет мы думаем вот когда я буду там уже отдельно да там не знаю мне будет 25 я начну когда вам уже 25 вы думаете ой у меня сейчас тут дети муж заботы вот когда мне будет там 40 как будто это уже какая там старость и вот я начну когда уже там наступила 40 думаете ой я уже такой уже память не то я уже не тут там мне вообще не получится потом начинается ну то есть уже чем дальше чем какие-то больше отмазать нет на то есть в любом возрасте вот прямо сейчас вот сколько там вам бы не было лет вам там не знаю 20 30 40 50 60 и 90 да вот сейчас пора научиться то есть пора начать вот это если вы еще это не не начали так он продолжил постигать знания пока не стал выдающимся человеком да то есть ну такую и для него был вот этот пример он его как взял как такое то что повлияло на него да вот что сравнил себя по сути с камнем и если на камень такое влияние то и на человека как бы трудно ему не было все равно это будет влиять биография и анна хайли упоминается что он был моряком и и переправлял на своем судне людей да очень любил знания когда к нему на судно садились люди возвращавшиеся из ядераль знания обучения на острове александрия обсуждая и разговаривая о том что они изучили он слушал их, и его душа тянулась к знаниям. То есть, несмотря на то, что он был таким паромщиком, или переправлял моряком, а переправлял он часто студентов, которые получали знания, и вот эти моменты даже он брал от них знания. То есть, что вы выучили, что вы изучили. То есть, он с ними разговаривал, слушал их, и его стремление к знаниям, было такое желание это все узнать. Когда же он укрепился в своем желании учиться, он задумался и сказал себе, мне уже больше сорока лет, я так и не нашел себя, и ничему, кроме судоходства, не научился. То есть, сорок лет он уже так задумался, что что-то нужно менять. Как я же... как же я могу предаться изучению какого-либо знания? Ну, то есть, так, в принципе, как-то не очень он... Как же могу? Ну, то есть, не очень он так верил, да, в том, что получится, например, или что вообще это возможно. И тут он увидел муравья, который тащит финиковую косточку, то и дело настойчиво взваливая ее на себя. То есть, муравей, какой мы знаем, да, муравей, и... то есть, он такой маленький, и финиковая косточка. Ну, для нас она тоже небольшая, да, но если мы сравним ее с величиной муравья, то мы понимаем, что финиковая косточка намного больше, чем муравей. Да, то есть, ну, в разы и шире, и тяжелее. И он настойчиво взваливал ее на себя, но она вновь падала, а муравей, возвращаясь, возвращался и поднимал ее, да, то есть, несмотря на вот как бы то, что у него не получалось, он не отчаивался, он опять, опять поднимал, поднимал, и пытался все вот как-то приручить эту косточку. И так он продолжал упорствовать до тех пор, пока не добился своего, да, и, наконец-то, после долгих стараний, каких-то неудач, по сути, да, то есть, много не получалось у него, он все-таки как-то наловчился, понял, да, что, ага, вот это вот так нужно и так, то есть, как уже быть с этой косточкой, чтобы она ему поддалась. И я сказал себе, «Если даже это слабое насекомое упорством и настойчивостью достигло своей цели, то я тем более добьюсь своего проявив усердия». То есть, усердие, я уже могу вам сказать своего тоже многолетнего опыта, что усердный студент порой достигает больше результатов за счет постоянства усердия, чем, даже если он не, ну, не особо способный, да, так, ну, такие у него средние статистические способности. И бывает способный студент, который, вот если они начинают будет рядом, да, то есть, вот с самого начала, мы видим, вот он такой способный, прям как-то кажется, что вот у него лучше получается. Но там заканчивается желание быстро, например, вот это усердие исчезает, и усердный студент продолжает, 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 и через, если сравниваем, там, через какое-то время, ну, там, год-два, то мы видим, что усердный уже далеко впереди. Почему? Потому что он усердствовал, он посвящал этому свое время, он ну, верил, по сути, в то, что у него получится, да, когда-то. То есть, у него как бы была надежда на то, что у него получится. А человек, который, ну, там, ленился, оставил, да, то есть, ну, у меня получилось как-то единично, а потом, потом у меня вроде так получалось неплохо, и потом как-то я еще продолжу. И получается, если мы посмотрим через какой-то период, там, два года, допустим, или год, то неусердный стоит на том же месте, как бы, ну, близком к нулю, да, но если он начнет, он сможет достаточно неплохо и учиться, потому что у него есть больше способностей, возможно, но из-за счет того, что он их не использует, этот благо Эйдара Талага, он к ним пренебрег, нашел тысячу и одну отговорку о том, что у него дети, не знаю, которым уже по 20 лет не кормлены, да, не знаю, там еще какие-то, ну, и стоит на месте, ничего не достиг, поэтому усердие очень важно, очень важно, и это, наверное, один из основных вот ресурсов, которые мы можем, да, вот, использовать, потому что, если какие-то возможности или способности, они не одинаковы могут быть, да, но за счет усердия вы можете достигнуть больших результатов. он тутчас же отправился, продавил свое судно и не выходя из Дар-Ла-Ильм принялся изучать, да, то есть он продал все и приступил к знаниям, начал изучать грамматику, язык и речь, пока превосходно не овладел ими, поскольку это было первое, с чего он начал, да, то есть первое началось с изучением грамматики и языка, он связал себя с этими науками, приобрел известность и написал много книг. Вот. Поэтому никогда не поздно, всегда все будет вовремя, именно тогда, когда вот прямо сейчас, так сказать, если кто еще не на этом пути. Шейх Ахмад ибн Абдул-Кадир аль-Кайси аль-Ханафи аль-Хаф нахалы изучал много наук, превосходно овладел ими и в конце жизни принялся изучать хадисы. Некоторые люди принялись осуждать его, на что он ответил им, сложив прекрасные бейты. То есть осуждали за то, что ну ты уже там старенький, уже хватит вот это умничать, зачем тебе уже еще хадисы, да, то есть он много чего уже изучил и вот на каком-то этапе, потому что чтобы углубиться по сути в науку, да, часто бывает так и на своем уже опыте могу сказать, когда за много чего хватается, но потом тебе вот что-то ближе к душе, да, то есть ты, например, смотришь, вот, например, много каких-то предметов, ага, ну, кому-то ближе, например, там, ну, грамматика, например, нахал, кому-то ближе, например, фех, да, там, изучать, кому-то еще что-то, да, какие-то хадисы, кому-то сира, и к каждому может быть на каком-то этапе всего он по чуть-чуть вроде знает, но что-то вот ближе, да, вот начинайте ближе, вот там, Коран, это должно сопровождаться в любом случае, да, то есть и к чему-то вы, вас больше тянет, и вы углубляетесь во что-то, да, например, вас обычно еще это вот помогает вам какое-то окружение, по сути, да, то есть если вам что-то нравится, вам могут эти возможности тоже приходить, вот Аллах Анатолия дает, да, то есть возможность, например, вам нравится, ну, вот Коран, да, изучать, вам могут приходить вот этот курс, вот этот, и вы себе даже уже, ну, у вас выбор встает перед вами, хотя иногда так думаем, да, вот я только там захотел, и вот такая у меня возможность появилась, поэтому на каком-то этапе, например, вы что-то изучили, углубились, и возможно, вот пришел у него такое время для него, да, когда ему захотелось изучать хадисы, больше, глубже, более подробно, да, и уже люди, ну, как бы скептически к этому отнеслись. Что он сказал? Я стар, и мой слух уже неприкоден, чтобы слушать хадисы, но это изъян, ведь люди, которые мне говорили, во многих науках известный имам на старости снова учиться надумал. Вот в них настоящий изъян. Тому, что не знают они, удивляясь, я им, не смущаясь, сказал, невеждой или славным зовут человека, к великому знанию стремясь, желает восполнить он то, что покаместь еще не успел, не познал. Да, то есть разве тот, кто стремится познать узнать то знание, которое он еще до этого момента не знал? Разве такого человека следует называть невеждой? Да, и часто это называют или говорят именно те, кто сами в принципе не отличается вот по сути от невежд, да, то есть кто те люди, кто зовут невеждой, а зачем тебе это уже это знать? ты уже там старый и зачем оно тебе это как бы не важно или не нужно? Это обычно именно те говорят, кто сам не получил каких-то знаний, не стремился, не желал узнать то, что ему было неведано до этого из полезных знаний. Следующее посмотрим это примеры проявления усердия предшественников хотя увидим уже предыдущие по вскоре я увидел его не конечно он со мной привет сделал я тоже к нему привет сделал так хорошо примеры проявления усердия предшественниками по сути да и те которые были уже указаны то есть это уже примеры какие-то проявления усердия когда вопреки даже своим каким-то мыслям или убеждениям да человек все-таки начал проявлять усердие и получил за это результат то есть получил знание вот тот кто к любимому делу стремится без тягот возможно ли дорога к нему никогда да то есть часто мы можем сказать что для того чтобы достичь чего-то нужно усилия да то есть нужно этому давать усилия иногда конечно кому-то может вот так все падает с неба если есть какие-то возможности может но если мы говорим про знание даже если у человека очень хорошие способности да например у него хорошая память его ничего не обременяет кроме как требовать знания все равно для этого нужно усердие для этого нужно желание нужно стремление потому что если человек даже если у него есть возможности а он ничего для этого не делает то он как бы остается со своими условными возможностями которые просто на его зародышевом уровне дальше не идут да то есть для того чтобы зернышко дало свой плод его нужно вот оно есть оно имеет свой ресурс вот это зернышко да но если оно будет просто лежать у вас на столе ничего вы с ним не будете делать оно останется зернышком да оно может стать например каким-то стеблем да и дать свои плоды там пшеницы например да но если вы его не посадите в землю в правильную не закопаете да не польете водичкой не будете какие-то там периодически может давать как называется ну чтобы оно лучше росло да то соответственно ничего не будет да то есть это зернышко оно будет себе просто без воды без ничего просто оставаться зернышком поэтому так и человек если у него даже есть возможности какие-то талант да и его не развить оно просто останется ну да у меня есть талант вот сидит он с талантом например к языкам при этом он ну у меня есть талант но я не изучу не изучаю ничего потому что мне лень ну вот он с этим талантом и остается то есть никаких результатов теоретически только у него есть этот дар глубоко в душе Яха ибн Муаин сказал я своей рукой записал миллион хадисов и если бы мы не переписывали один хадис по 50 раз то не знали бы его да то здесь мы видим тоже один из методов заучивания ну в данном случае вот он говорит о том что переписывание хадисов по 50 раз очень важно это кстати вот для заучивания также Корана хотя этим методом часто пренебрегает за счет того что он немножко как сказать такое во первых время нужно для него то есть одно дело повторить 50 раз другое дело переписать 50 раз то есть мы понимаем что это даже во временном пространстве это намного дольше плюс для этого одно дело ты повторяешь ты можешь одновременно идти повторить но когда ты пишешь ты не можешь как правило одновременно писать не знаю там готовить и повторять и переписывать то есть тебе для этого нужно как бы выделить и полностью сконцентрироваться на этом вопросе мы можем говорить например я могу говорить одновременно что-то взять посмотреть вправо влево но когда я буду писать мне нужно мой взгляд как правило сосредоточить чтобы это было все мысли отрешиться как бы в принципе как правило от всего и сосредоточиться с одной стороны это вот такие вот затраты дает но с другой стороны если мы посмотрим наоборот то есть действительно это самый ну если мы говорим просто запоминание допустим если Коран еще важно произношение поэтому одно второму помогает но это не не тот самое достаточное просто записывать то есть это может помогать вот как бы смотреть как выглядеть и так далее то есть оно одновременно но это также дает нам возможность находить время сконцентрироваться то есть могу ли я найти время вот для этого альма для Корана чтобы там его записывать или в данном случае в этом примере для хадисов то есть концентрироваться по сути эта концентрация и возможность и дает нам да без ниля вот более глубже осознаннее и правильнее запомнить хадис там Коран или какой-то другой поэтому само переписывание вот потому что само оно требует вот таких более отрешенных обстоятельств да чтобы его делать поэтому оно и дает такие плоды результаты да хотя устное оно тоже приносит результаты но так как устно мы еще можем параллельно что-то делать поэтому как правило не такая сильная концентрация Аль-Хамиди переписывал книги ночью в жару сидя в тазу с водой чтобы охладиться да кто из нас сидел в тазу с водой чтобы охладиться и переписывал книги есть хоть один такой один человек я тоже к таким мне себя не отношу один человек сказал я встал ночью до утренней зари чтобы занять очередь к Ибн Ахраму но обнаружил что меня опередили 30 часов Корана и моя очередь подошла только после полуденной молитвы то есть у нас там обычно очередь не знаю там в какой-то ЖЭК на 5 часов или еще что-то когда там рано и приходишь и ты там ой перейду пораньше буду первым а тут смотрите очередь то есть пришел пораньше до утренней зари а думает я приду самым первым никто а до него еще пришло 30 то есть вот приоритеты да где были поставлены то есть вот шейх в данном случае прослушал Коран как читает да сдать там свой например заученный ну заученную часть да или ну что он там имел ввиду вот в чем приоритеты по сути если мы говорим что до полу после полуденной молитвы то есть по сути он целый день провел в этом да то есть он в очередь ожидания там этого в своей очереди вдруг и и одновременно и те чтецы которые вокруг него да они были посвящали вот день этому и тот же шейх который их вот это все время принимал и слушал другой человек сказал в одну из холодных ночей я встал чтобы выйти из мечети вместе с Ибн Аль-Мубараком и уже у двери он рассказал мне хадис и я я рассказал ему и так мы продолжали рассказывать друг другу хадисы пока не пришел Муадзим чтобы возвестить азан к утренней молитве да то есть во-первых тут указание на то что холодная ночь была я встал то есть уже какая-то трудность это не такая мягкая летняя ночь с умеренной теплотой да а холодная ночь вышел встал чтобы выйти из мечети да то есть он хотел уже выйти и дождались вот начали обмениваться знаниями да то есть начали обмениваться знаниями ага хадис я тебе хадис который может и тот знал а тот не знал и такая беседа была ассури ассури переписал сахих аль-бухари в семи томах на багдадской бумаге тогда как у него был только один глаз цепаналлах да то есть частно говорю ну что я там больной у меня там не знаю тут у человека один глаз и он этот один единственный глаз не боялся вот у меня зрение там сядет или еще что-то кто может ну то есть он даже не пожалел его да то есть переписывал а мы понимаем сахих аль-бухари в семи томах то есть это ну труд не маленький плюс это не переписывал на какой-то какой-то тетрадь я там пойду выберу да как я вот ходила там и вот какую-то тетрадь с какой-то рисуночком выбрать вот там закат или тут у меня там цветочки или вот ракушки такой красивой или какие-то горы морской морской бриз нет там не было такого да багдадской бумаги то есть которая была в то время и в таком состоянии с одним глазом Абу Исхак Аширази сказал каждый урок я повторял по сто раз и если в качестве примеров по какому-нибудь вопросу приводился Бейб я заучивал ради него целую косыду кстати да вот опять же вернусь к тому что по заучиванию сейчас тоже сестрам вот эту методику по заучению Корана когда прописывать используем и некоторые сестры они ну как-то скептически смотрят ну это же вот так тормозит вот это же я сейчас тут раз-два говорю а тут прописать это надо то есть опять же ставят ну не понимая что это ну дает более глубокие допустим знания да мы видим вот повторял каждый урок я повторял по сто раз это он не не говорит о том что Хоран повторял да там Аяда а каждый урок то есть какой-то урок условно он по какой-то теме он повторял да и если приводился один Бейт то есть например из какого-то матна из какого-то там поэмы приводился одна строчка и он эту потом брал и всю эту поэму из которого приводилась одна строчка учил наизусть то есть чтобы вот знание да ага вот тут упомянулся например какая-то лекция допустим и вот здесь упоминалось такой-то шейх у него есть такой-то труд ага и вот этот весь труд он изучал то есть настолько как бы углублялся в эти знания да то есть и там и там то есть максимум узнал про какой-то труд и его изучал узнал про это и начал его изучать Ибн Альфурат после смерти оставил 18 сундуков да то есть 18 больших ну сундукок коробок таких больших наполненных книгами большинство которых были переписаны его собственной рукой это я ну я вот иногда удивляюсь конечно вот когда они это все делали но это говорит только о том как неплодородно и нерационально мы используем свое время то есть то время было намного сложнее в плане ну жизни да то есть для того чтобы элементарно помыться нужно было принести скорее всего воду то есть ее нагреть там ее как-то поливать сейчас же ну нам надо сейчас я там хочу пойти например сделать юду пошла в ванну ну максимум задерла свои рукава или там сняла носки включила воду и такая помыла все ну сколько это займет да то есть там ну если я буду очень стараться пять минут я буду там муду делать да это если я буду так медленно соразмеренно в то же время ну то есть эта жизнь вот такая была всегда да то есть для того чтобы сделать такие казансбы легкие нужно пойти принести воды ну вот чем-то сравнимо наверное в каких-то селах сейчас бывает да где не очень там инфраструктура развита если кто был да и то поедешь и так кажется ой это и то воду принести то есть это вот какие-то вот такие моменты они насколько ну по сути усложняет наверное жизнь да но при этом эти люди в этих условиях они вот делали вот такие ну не знаю одно дело я тоже могу сказать что у меня много книг не знаю 18 сундуков какие они у меня там были или не 18 ну допустим но я никак не могу сказать что я их своими собственными руками переписала но максимум я их купила и прочитала да и там какие-то пометки сделала или выпуски но это по-моему очень ну большой труд вот это сделать как минимум с точки зрения вот времени да ладно там ну переписать ну ладно ну это же сколько надо время и вот по сути концентрация усердия да потому что чтобы переписать книгу казалось бы ну что я там переписал ну вы возьмите любую вот возьмите какую-то книгу и начните ее переписывать то есть вам ее нужно во-первых иметь какое-то время такое да потом вам нужно вот сидеть и переписывать то есть это может быть с одной стороны как-то если вам это не интересно эта тема вот то что вы там переписываете это может нудно быть если человеку это было вот интересно и эта тема и что он там пишет то это ему дает вот сил тоже это дело и та награда которая за это ему уменьшала дана и мама науы ни днем ни ночью не тратил своего времени ни на что кроме учебы даже по дороге направляясь куда-либо или возвращаясь он повторял то что заучил или прочитал и он продолжал учиться таким образом шесть лет да то есть то есть то есть все по сути свое время да при какой-то по возможности уделял этому она в начале своего пути к знанию учился у своих учителей шейхов которые объясняли ему исправляли его ошибки и он брал по 12 уроков ежедневно два урока по книге Аль-Васид один урок по книге Аль-Мухаззаб урок по Аль-Джам байна с Сахихейн урок по Сахих Муслим урок по книге Ибн Джинни Аль-Лама посвященный грамматике Наху урок по книге Ибн Ас-Сакита Ислах Аль-Мантык посвященный арабскому языку урок по морфологии сарфу урок по основам мусульманского права по книге Абу Исхака Аль-Лама или Аль-Фахра Аль-Рази Аль-Мунтахаб урок посвященный именам передатчиков хадисы урок по основам религии Уссуль-аддин то есть единобожию Тавхиду то есть какие разные уроки Субханаллах да и это в одной голове я даже не знаю да если сейчас хорошо мы можем сидеть вот используя интернет эти уроки передавать да вот читать там слушать что-то да то есть можно слушать по сути так это для этого не было таких возможностей то есть это надо себе посвятить этому время это надо не было я переслушаю запись сейчас я не очень знаете как у нас на уроке бывают сестры ну как бы такие наши реалии ну я сейчас так не очень сосредоточила я переслушаю и там слушать по 5 раз здесь таких возможностей нету то есть ты здесь и сейчас ты на уроке переслушать у тебя нет возможности ты записал ты не записал ты спал на уроке все Все, поезд уехал, и сколько нужно было разных знаний одновременно получать. Поэтому на данный момент у нас это просто, не знаю, идеальные условия, какие только могут быть. Она уже сказала, я записывал примечание ко всему, что имело к этому отношение. «Объяснение сложных моментов, толкование неясных выражений, расстановка огласовок в словах. И Аллах сделал мое время и мои знания благословенным и помог мне в этом деле». То есть максимально сосредотачивался на знаниях, записывал все, что мог, и вот такие результаты нашел. Поэтому усердие, усердие, вот такой пример усердия. И иншалла, без ниля это дает плоды и дает результаты. Сестры, да. Если кто-то хочет своим каким-то примером поделиться, можете поделиться в чате. Я зачитаю, если знаете, тоже такие примеры усердия. Так. Пока, если кто-то есть, пишет свои примеры еще, перейдем к следующей главе. Глава четвертая. «Бережливое отношение ко времени». Время, время, да, то есть, ну, это, это то, ну, напоминание, да, это, во-первых, и себе в первую очередь, и для сестер, что время нам, ну, по сути, у всех одинаковое время, да. То есть, у всех 24 часа в сутки, у всех одно и то же время. Ну, у кого-то с этим временем получается одно, имея те же самые возможности, у кого-то ничего не получается, у кого-то больше, у кого-то меньше. Поэтому бережливое отношение ко времени, вот, рациональное его использование, расстановка приоритетов, да, это очень важно. Какие у нас здесь темы? видение, да, то есть, ну, бережливое отношение ко времени, как бы свое, свое название уже, ну, или в названии мы уже видим, по сути, да, суть, то есть, что нужно, во-первых, время, оно протекает, да, оно не, его нельзя остановить сейчас вот, вернуть. То есть, вот, то, что вот было минуту назад, все, оно уже не вернется, да, то есть, то время уже есть, прошло, и его не будет. Поэтому часто говорю тоже сестрам на уроках своих, и вам тоже говорю, вот, насчет этого примера, что я потом переслушаю. И получается, хотя тоже иногда, вот, делаю в своей, как бы, учебе такие ошибки, когда думаю, ну, сейчас вот так, как бы, на одном сосредоточено, а потом вот я сейчас прослушаю эту запись, и как-то станет мне более понятно. Нет, нужно вот прям на уроке, вот, если вам непонятно, задать вопрос, если есть возможность, быть максимально сосредоточен, потому что, может быть, потом, вот вы сейчас этот час сидите, урок слушаете, и думаете, я, и весь урок вы думаете, что я переслушаю. То есть вы, получается, это час прошел, и вы все время думали, я переслушаю, а потом будете слушать, ну, в таком же, а может, вы и до того, что слушать не дойдете, у вас будут, там, не знаю, какие-то дела, потом придет на следующую неделю опять этот урок, вы забыли переслушать, или у вас не было возможности переслушать, или еще что-то. И, получается, вы не использовали ни этот час времени, ни, не использовали, ну, как бы, и даже если вы переслушали, вы, по сути, еще время, то есть вы эту же информацию, но за другое время. Да, если информация сложная, вам нужно, там, что-то было, ну, не поняли, вам нужно переслушать какие-то моменты, это плюс. Но не, если у вас такая установка, что я потом когда-либо переслушаю, то, ну, 90%, вот я по своему опыту скажу, что это потом когда-то, ну, практически не наступает. Да, это только если вас очень прижмут, в том плане, что у вас есть обязательное какое-то задание, которое и вы хотите действительно учиться, да, вот как я сейчас тоже с сестрами практикую, когда после каждого урока у вас есть задание. Если этого нету, то как бы, некоторые просто так, а, я сейчас быстренько сделаю там задание, не буду смотреть. А задание, как правило, оно связано тоже с тем, с пониманием каким-то, аж именно на уроке. И сестры так отвечают от винта, как говорится, а потом говорят, нет, вот надо там, или что-то как-то связано с уроком. И тогда уже вынуждены что-то переслушать или сделать. А так бывает, ну, послушал, не послушал, и был я на уроке, не был. А смысл тогда? Смысл вообще тогда этих знаний, если вы ничего полезного не взяли. То есть вы на уроке не присутствовали, ну, может, физически вы как-то и присутствовали, а, ну, там, не знаю, высвечивались, ваше имя высвечивалось онлайн, а вы там в это время где-то там летали в облаках или вообще занимались своим делом, просто включили. Поэтому даже будучи на, ну, как бы на уроке, в живом уроке, да, вот в классе, можно же головой быть не с учителем, да, а где-то там своими какими-то мыслями. Поэтому бережно относитесь ко времени, к вашему времени и времени учителя тоже, да, потому что, ну, то есть если вы, например, тоже бывает так часто, что сёстры, ну, вот и на уроке не слушали, и не послушали потом, уже после этого. И не потому что не поняли, а потому что просто не, ну, в принципе, не слушали и не слышали этой информации, начинают задавать вопросы, которые, ну, если бы они слушали, они бы могли понять. Я, например, в своей практике очень люблю, ну, всегда спрашиваю, кто мне учится, знает, что, какие у вас есть вопросы, вот что-то непонятно, и всегда приветствую, ну, когда задают вопросы. Ну, когда это, ну, видно не потому что не поняли, а просто не слышали, да, то есть там, если мы учили пять уроков какую-то тему, а потом там, есть ли вопрос, есть ли вопрос на протяжении этого говорится, а потом кто-то вас задаёт вопрос, который, ну, там, учили ещё пять уроков назад, и уже это, ну, там, элементарно, то бывает, что, да, что-то забыли, напомнили, если человек, ну, бывает же у нас такое, что, ага, просто вылетело с головы, то это видно, да, если вы не придавали это внимание, то есть это, это, это ваше, покажу, это отношение, ну, к учёбе ваше, тоже, что время учителя, время ваших коллег, как бы по классу, да, то есть тех же студентов, которые, или студентов, которые с вами учатся, то есть, ну, нужно, вот, бережно относиться ко времени своему, ну, во-первых, и ко времени вашего окружения, да, если вы, конечно, у вас не индивидуальное занятие, когда вы лично вам ваше время и учили, вы там не учили, ну, ещё раз вам учитель расскажет, то это одно дело, когда это на группу, то, конечно, внимание, вот, нужно и ко времени других. Искатель знания, кто, как не ты, должен беречь своё время? Бережливое отношение ко времени — это тот стержень, который пронизывает искателя знания, это его главная забота и основа успеха в его жизни, посвящённой делу знаний. Если он сумеет правильно воспользоваться своим временем и будет беречь его, как ученик дорожит своим временем во время экзамена, то преуспеет и добьётся своей цели, а если нет, то потерпит неудачу и не возымеет успеха. Да, то есть, вот, да, на экзамене обычном, ага, у нас час, и как-то это рационально более-менее используют, хотя не всегда, но это тоже навык. Навык распределить своё время — это очень важный навык, да, то есть, когда вы знаете, ага, что в первую очередь, что потом, и это со временем только может быть. Если вы этому никогда не ставили в себя какие-то рамки, да, вот временные, когда вам нужно, ага, у меня там 5-15 минут, мне надо это сделать, мне там полчаса вот это вот сделать. Если вы никогда этого не ставили, то, скорее всего, вам будет проблемно, ну, какие-то вот такие экзамены, например, когда у вас есть предел времени, да, поэтому постоянно нужно себя как-то в этом тренировать. И кто не успел, тот опоздал, да, то есть что сдали, то сдали. Нет времени дороже ничего, чтобы, что ты беречь обязан, но вижу, нет, не тяжело тебе терять то благо. Да, то есть, ну, как-то спокойно относятся к потере времени, хотя время такое, что, ну, его нельзя вернуть, да, вот сейчас нужно его беречь, прямо сейчас. Знай же, мой брат, искатель знаний, ты купец, а твой капитал — время. Да, то есть время — это твой капитал. Но тот купец, кто расточает свой капитал направо и налево, глуп и неудачлив. Так вот, посмотри же на то или на что ты расходуешь свое время. Спроси себя за каждую минуту, за каждую секунду. Да, то есть следует подумать, а вообще на что я, как я свое время расходую? Я его трачу или я его посвящаю чему-то? Да, то есть я трачу его на какие-то пустословия, на бесполезные какие-то ненужные вещи? Или я его посвящаю, например, своему знанию, посвящаю там иногда даже, может быть, отдыху, да, для того, чтобы сну, для того, чтобы быть в хорошем состоянии и провести последующий день в ресурсном состоянии для изучения чего-то, для получения знания. Да, или сижу ночью, там, играю в какие-то танчики, а утром потом, когда мне нужно получать знания, я на уроке говорю, ой, я устал и не могу, и не выспался, плохо себя чувствую. Да, то есть каждый это может сам ответить, да, плохо себя чувствует, потому что он действительно там, ну, какая-то уважительная причина, там, не знаю, ребенок, муж не давал спать. Или он просто эту ночь провел в просмотре сериала какого-то там, не знаю, турецкого. Каждый может ответить самостоятельно на этот вопрос себе. Хорошо, в принципе, здесь никто там, сестер, не отписывался, все, что хотела сказать, сказала, кто-то мне был, задавал какой-то вопрос тут. Как удержать усердие, загораясь сильно, а потом через время потухают. Ну, тут разные, могут быть разные моменты. Возможно, ваше усердие, вы его чрезмерное, то есть вы ничего не делаете, а потом раз, и в один день, как вот мы читали сразу 12 уроков. И поэтому у вас уже сил нет на такие, то есть нужно постепенно. То есть если вы никогда ничего не учили, и потом на следующий день вам 12 уроков, то есть это однозначно, вас, ну, максимум на неделю хватит, в лучшем случае. А то на один-два дня и все, скажете, все, я, это не мое, нет, я не такой, не знаю, киборг, то есть я не могу такого. То есть если вы никогда ничего не учили, возьмите один урок, максимум два, там, в неделю. Ага, вы видите, ой, я уже так вот вошли, вам уже все подходит, вы хорошо выполняете задание, вы дополнительно смотрите туда-сюда, можете пересмотреть, если там есть запись, или как бы этот материал повторить. И все, тогда у вас это, как бы, вот это усердие не называется истощением. Потом вы видите, ага, вы уже для вас это там, эти два часа в неделю, допустим, ну, ничего, да, это как нормально, вот нормально, вы еще параллельно там два раза, например, какой-то урок по одному разу, или по два раза один урок. И потом вы между ними еще вам там домашнее сделаете. То есть вы чувствуете себя уже как бы нормально, берете что-то еще. Если нет, тогда остаетесь на вот этом, потому что часто большие вот эти перепады, переводят, да, там, посмотрели, сейчас вот у Малик сказал, там, 12 уроков брали, да, вот сейчас я завтра запишусь на 12 уроков. Нет, не надо это делать, иначе у вас долго, вот это выгорание произойдет очень быстро. Ну, плюс это может быть лень, часто это по причине просто отсутствия, ну, как бы это не банально говорить, отсутствия мотивации. То есть если вам, вы не видите, ну, как бы, по сути мотивации, для чего, да, для чего это делаю? То есть для вас нету ценности, например, в награде, там, талант, то есть это в этом, как правило, вопрос, потому что если у вас есть, то вам не нужно, да, то есть если вы голодный, вам не нужно долго уговаривать, иди кушай. Да, ну, если вы, там, здоровый человек, и у вас никаких нету этих, то есть вы говорите, иди кушай, все, взяли кушать, ну, если у вас там какие-то блоки, стесняйся или еще что-то, но это уже там тоже не, ну, как бы, небольшие отклонения. Да, то есть вы берете ложку в рот, ложку в руки, вернее, и кушаете. То есть у вас мотивация какая? Вы голодны, вам нужно покушать, да, и все. То есть вам не нужно уговаривать мотивацию огромную там, так и здесь. У вас есть какая-то мотивация, вы ее выполняете. Нет у вас мотивации, ну, и все, то есть вам, ну, как бы, и не нужно. Хорошо, еще про это будем говорить.